Банкиры торжествуют. Укрепление доллара для них, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Минувшая неделя стала для финансистов испытанием. Показатели менялись ежедневно, а максимальный курс достигал 7 гривен. Теперь же почти докризисный 5,75. Тенденция идет немного к уменьшению и небольшой стабильности курса валют. Имеется ввиду конкретно по доллару и по евро. Я думаю, данные события будут положительно сказываться на дальнейшей деятельности банковской системы. Впрочем, по словам кассиров, изменения курса на активность обменных операций не повлияли. Продавали доллары и на прошлой неделе по 7 гривен, и сейчас за неполные 6. Много людей приходят доллары менять? Много. В день сколько? Наверное, человек 20. А большие суммы меняют? Ну, в принципе, нормально, да. По тысяче, по две. Однако вскоре рейтинг доллара упадет, прогнозируют экономисты. По мнению Юрия Макогона, в ближайшее время диктовать мируэкономическую политику будет не Соединенные Штаты, а Китай, Россия и Индия. А сберегать украинские граждане будут не доллары, а юаня, рубли и рупии. Усиливается все время на Юго-Восточной Азии другая валюта, третья, иена, она все больше укрепляется. Кроме того же, непонятно, а скоро же будут и юани соответствующим образом ощущаться. Поэтому не случайно Россия активизирует свои отношения с Китаем и с Индией через такую организацию, как Шанхайская организация сотрудничества. Само название понятно, где она была создана в Шанхае, в Китае, и там два главных на сегодня игрока – Россия и Китай, а Индия – наблюдатель. А если Индия даст добро на вступление, ну, последствия понятные. Даже сегодня, комментирует Юрий Макогон, американская валюта ничем не подкреплена. Но именно от колебаний доллара зависит судьба украинской экономики.